Друзья, привет! С вами Александр Шкудун и сегодня я нахожусь в Одессе в командировке. И это наша традиционная рубрика «Вы приехали». Если вы только-только присоединились к этому видео, к этому ряду видео, расскажу, что это такое. Когда я бываю в командировке в разных городах Украины, я обычно заказываю такси. То ли поехать на вокзал, то ли просто поехать посмотреть местные достопримечательности. Но я не люблю банальные такси вроде Lanos, Asens, некомфортные машинки, в которых чувствуешь себя скованно и очень неприятно. Поэтому я вот для себя решил, что буду заказывать такси VIP-класса. То есть это машинки Mercedes, машинки BMW, какие-то Jeep, Range Rover, Land Rover, если такие будут в такси. Сейчас мы попытаемся позвонить в одно из такси Одессы. Это VIP-такси президент, а не типа президентский класс. И попробуем вызвать себе VIP-машинку. Давайте смотреть. 050-336-12-12. Типа домчим вас на президентском авто VIP-класса уровень президент. Ну, смотрим, слушаем. Удастся ли мне заказать VIP-машинку в Одессе? Доставка по высшему классу. Не знаю. Они скинули, может перезвонят? Я надеюсь, что перезвонят. Ну, не перезванивают. Это фейл. VIP-такси президент по высшему классу. И они не перезванивают. Я не знаю, что делать. Я не буду им больше звонить. Какой-то нафиг президентский класс, если они даже трубку не берут. Такси эконом-авто. Наберем 7 тысяч. Не знаю. 7 тысяч набираем. Будем звонить. Не скинули. Ну, может это действительно эконом-такси. То есть, у них не будет машин VIP-класса. Они даже не перезванивают. Это фейл. Второе такси скидывает, не перезванивают. Я открыл, собственно, список такси. VIP-такси в Одессе. Сейчас буду немножко пройдусь по всем этим такси. Очень быстро, потому что времени особо у нас нет. Нам уже ехать на работу. Поэтому 0,50, 735, 40, 85. Ставлю на громкую связь. Сейчас посмотрим, с нами кто-то поговорит сегодня или нет. У них такси 6 гривен километр. 60 гривен подача. Я думаю, будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно у вас заказать машинку VIP-класса Mercedes, BMW? Если специально какую-то приняты, если просто повышенная комфортность, то можно открыть на класс. Типа Camry, Sonata. Camry, Sonata. Хорошо, спасибо, если что я вас наберу. Спасибо. Нельзя у нее заказать Mercedes. Только можно повышенного комфорта вроде Camry или Sonata. Тоже, в принципе, неплохо. Это Одесса, детка. 2333, звоним по Бырику, просто очень быстро звоним еще одному. Трансфер комфорт, я не знаю, 8 гривен уже километра. 130 гривен посадка, чтобы вы понимали, какой это уровень такси. Еще и трубку не беру. Да, не с первого звонка должны уже грызть землю за такую цену. 130 гривен посадка. И не берут трубку. Это трансфер комфорта Десса. Не заказывайте у них такси. Это... Ой, одно мучение. Такси 838. Ставим на громкую связь. Ни одно такси мне еще не перезвонило. Автодозвона, по сути, у них нет. Может, 838 перезвонят, они скинули. Ну, ребята, хоть кто-то перезвоните. Есть. Они перезванивают. 838. Это переадресация. Это не смешно. Одесса. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно у вас заказать машинку VIP-класса Mercedes или BMW, Land Rover, не знаю, еще что-то. У нас в основном и так Mercedes, BMW. Можно? Можно, да. Какие у вас машинки Mercedes и BMW? Mercedes, 320, 200, разные. 320, 200. Тариф подскажите, если к отелю Raycords заказывать и покататься по городу. У вас в городе от Львов? Нет, у нас Одесса. А, туда переключаю нас на Одессу, потому что вы звоните во Львов. Понял. Ребята, я во Львове перезвонил кучу такси. Не было у них Mercedes. Не было. Это что-то... Ну, вы видели, я оставлю ссылочку в описании. Это очень приятно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, машинки класса Mercedes и BMW есть у вас? Что, что еще раз? Машинки класса Mercedes и BMW есть у вас? Да, можем поискать. Ну, какая это будет машина? То есть, и какой тариф, если от отеля Raycords, это Одесса... Вы попадаете, вас плохо слышишь. Говорю, какой тариф и какой Mercedes будет, если от отеля Raycords просто покататься по городу, по достопримечательностям? Я вам сейчас перезвоню. Хорошо, минутку? Угу. Они меня тут вообще плохо слышат, хотя это Vodafone. И у них, и у меня. Это такси 838. По их уверениям, во Львове у них есть машинки Mercedes. Не знаю, я обзвонил ту его кучу машинок во Львове и не нашел ничего. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я слушаю, алло. Алло. Такси 838, пожалуйста, посмотрите, что мы говорили. Смотрите, есть у вас машинки Mercedes и BMW в Одессе? Да, мы можем поискать. Вот. Какой класс будет, какой класс у Mercedes и какой тариф, если от гостиницы Raycords в центре поехать посмотреть достопримечательности? Смотрите, ну, то есть тариф я вам сказать не могу, так как вы мне не можете сказать адреса, по которому вы будете ездить. Адрес это отель Александровский. Ну, то есть будет кататься просто по городу. Ну, я буду кататься за... От гостиницы Александровский в воде по городу, да, ездить? Да, 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 да. Я тариф хочу узнать. Вот, я вам не могу сказать, я вам не смогу сказать тарифа, как вы мне не можете сказать адреса, по которому вы будете ездить. Ну, а за километр... Поставить тариф по городу, то есть водитель звонит потом в диспетчерскую, говорит, по каким адресам вы ездили, мы вам подсчитываем поездку. То есть у вас не за километр, у вас по адресу тариф. Да, у нас программа подсчитывает по адресам, получается. Понятно. А Mercedes... Ну, у нас сейчас, вы ориентировались, у нас 40 гривен до 2 километров идет, и последующий километр у нас по 450. Понял. А машинки какого класса? Mercedes? Какие есть? Ну, разные есть машинки. Там, смотрите... Современные есть, то есть... Современные, то есть не старые вот эти 210-ые, там, 180-ые... Ну, я вас поняла, я вас поняла, мы можем поискать. Я понял. Ну, а вы сейчас не готовы сказать, есть у вас в службе такие машины или нет? То есть вам нужно искать? Я понял. Хорошо, хорошо, спасибо. Если что, я запомнил, я запомнил ваш номер, спасибо большое. Короче, ситуация следующая. Они не могут сказать, есть ли у них в службе такие машины, потому что, типа, у нас такая крутая служба. Но мы можем поискать. То есть они в любом случае будут связываться с партнерками, где-то у кого-то искать их. Ну, не знаю, хотя бы это плюс, потому что она заверила, что они смогут поискать такие машины для меня и заказать, если вдруг чего. Ну, это ребята молодцы. Мне кто-то звонил, я ненадолго отвлекусь. А ну, да, здравствуйте, здравствуйте, компот, вы звонили? Здравствуйте, да, я звонил. Подскажите, вип-класса машинки есть у вас, Mercedes BMW? Mercedes BMW нет, есть Audi Q7. Audi Q7 есть. И в какую цену будет подача машинки и по городу поехать? Это же детство, правильно? А где нужно людей встретить или просто покататься? Ну, это покататься по городу, достопримечательности посмотреть. И отель в центре. То есть сколько будет посадка, километр, ну, чтобы знать, понимать цены. Ага, я поняла вас. Хорошо, я буквально через минуту-две вам перезвоню. Я позвоню с водителем, может, у него сейчас другие цены, уже я не знаю. Это будет удобно для вас? А можно смс-очкой прислать цены? Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, все, я жду. Скажите, пожалуйста, сколько примерно времени надо будет водить людей? Ну, где-то часик, не знаю, там, за часик все объездить можно будет, я думаю. Около часа, да? Да, час-тридцать, ну, так, вот где-то так. Ага, я поняла. То есть рассчитывать на часа полтора-два, где-то так, или часа полтора, это... Это потолок, я думаю, нормально полтора часа. То есть, если кто-то забрать до Синица, потом обратно до Синица... Совершенно верно, совершенно верно, да. То есть поездка где-то будет по центру, да? Да-да-да, по центру, конечно. Или чтобы водитель знал, хорошо, город, где-то какие-то места показать. Конечно, конечно. Я поняла вас, хорошо, хорошо. Вы мне смс-чкой пришлите, да. Хорошо, я перезвоню вам. Если что, я перезвоню вам, спасибо. Ребят, трансфер комфорт, Одесса, нету Mercedes BMW, но есть Audi Q7, это уже хоть что-то. Сейчас мне она пообещала смс-чкой скинуть тарифы. Вот, можно будет, собственно, выбрать этот вариант. Вот, с водителем Q7 Audi. Ну, неплохая, как по мне, машинка, это тоже люксовый класс. А тем не менее, мы звоним дальше. То есть, вы поняли, в такси 838 они готовы были поискать Mercedes. При этом, они не знают, есть ли у них вообще Mercedes и какие классы есть. Давайте в Prestige. О, что-то знакомое. Я, наверное, в Кмельницком звонил в Prestige. Давайте мы их наберем. 050 394. 45. 27. Ну, я хочу сказать, что в Одессе ситуация с машинками класса обстоит чуть-чуть лучше, чем в других городах Украины. Тут хотя бы мне уже предлагают какие-то варианты. Если в других городах сказали извините, нет, то здесь уже есть определенные опции. Такси Prestige. Они скинули мне, перезвонят. Я, по-моему, на нем действительно в Кмельницком катался. Они перезванивают. Такси Prestige. Причем нет ID абонента. Шифруются. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть у вас машинки VIP-класса? Mercedes-Benz BMW. Mercedes-Benz BMW. Офигеть. Она скинула. Она попросила секунду, чтобы мне перезвонить и скинула. Я не буду от нее брать трубку. Это не уважение клиентам. Это не уважение клиентам, поэтому я не беру трубку. Такси Prestige пролетел. Значит, Т-такси. Еще одно такси. Попробуем позвонить туда. 7-320-320. Т-такси. В принципе, подача 35 деревен. Километр указан 4,3. Спортлайф что-то прислал. Пользователь занят. Офигенное такси. Офигенное такси. Снова пытается позвонить Prestige мне. Я не знаю, что делать. Я с ними не хочу говорить. Потому что так не поступают с клиентом. То есть ты или не бери трубку, когда ты занята, а тебе звонит клиент. Но не говори так, что извините, я вам перезвоню через секунду, когда ты уже взяла трубку. Что это такое? Ты не бери трубку сначала, но потом перезвони на этот номер. Просто. И все, и никаких проблем. А так, алло, да, да, извините, нет. Сейчас я вам перезвоню. Еще раз Prestige. Настырные. Но они идут нафиг. Потому что такое отношение к клиенту мне не нравится. Вот как другое такси, да, трансфер такси. Да, трансфер комфорт, в который я звонил, они не брали. Но они мне перезвонили. И я им ответил. И в итоге у них оказалось Audi Q7. Ну, это уже уровень. Так, давайте еще позвоним в какое-либо такси. Они снова мне звонят. Я их просто отключаю. Я их тупо отключаю, потому что... Потому что я не хочу с ними разговаривать. Т-такси я звонил. Такси 2000. Интересный тоже номер. Давайте наберем такси 2000. И посмотрим, что они могут мне предложить. Вызор пошел. Они скинули. Должны перезвонить. Или нет? Ребят, такси 2000. Извините, до вас не дозвониться. Я не знаю. В Одессе это... Ну, блин. Я думал, будет получше. Если вы в Киеве позвоните в такси, вам обязательно предоставят машинку даже VIP-класса. Они не будут рассуждать долго, есть у них машинка или нет. Хотя, я сейчас и говорю, и сам не верю в то, что говорю. Поэтому мы приедем в Киев, мы из Киева будем пытаться вызвать VIP-машину. Это будет интересно. Даже для меня это будет очень интересно. прозвонить по нашим киевским такси, увидеть ху-ис-ху в этом городе, у кого есть VIP-машинки класса. И это будет интересное видео, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Давайте еще позвоним в такси 3933, времени у нас не так много. Кстати, трансфер комфорт мне так и не прислал, так и не прислал тарифы на Audi Q7. У них, я так понял, один водитель. 3933, скидывают, я надеюсь, они сейчас перезвонят. Ну? Да, они перезванивают. Здравствуйте, девушка, подскажите, пожалуйста, у вас машинки VIP-класса есть? Mercedes, BMW? Да, конечно. Какие именно машинки у вас есть? Какой тариф? Я не могу сказать, какие именно. Мы уже будем по факту подбирать машину вам. Так, я понял. Давайте закажем адреса, потом уже подскажем. Смотрите, я просто сейчас уточняю, можно ли, во-первых, заказать такую машину, во-вторых, сколько будет стоить покататься по городу. Эту машину нужно будет заказать к отелю, и где-то полтора часа я буду кататься по городу, смотреть местные достопримечательности. Вот, сколько это будет стоить? Машина VIP-класса. Можно это по часу? Сейчас, секундочку, пожалуйста. Одна секунда. Да, конечно, я жду. Пам-пам-пам. Секунда давно прошла? Вот почему вы говорите одну секунду? Говорите пять минут или две минуты. Это привычка, я вот за собой замечаю, что тоже так говорю. Не надо говорить, секунда прошла, и все, ее нету. Забудьте. Пару минут, можно, и все. Что ли, Джек Дэниелс, выпить? Есть в баре. Если у меня нет столько времени ждать, секунда очень долго длится. Да, девушка. Да, девушка. Потому что 10 километров, это ничего для Одессы. Ну, в центре. Сколько будет стоить? Вы в Одессе находитесь? Да, я в Одессе нахожусь. Вы на Киев позвонили. Секундочку, я вас переведу на Одессу. А, я в Киев позвонил. Офигеть. Да, голосовой медицинский, чтобы выключить Одессу, хорошо? Я жду, я жду, да. Ребята, вот вам Киев. Я случайно попал в Киев, и у них есть машинки вип-класса в первом же такси. Алло. Это круто, ребята. Это 3933. Я не сообразил. Одесса, я пропустил какой. Блин. Я пропустил номер Одессы. Я провтыкал. Я пропустил номер Одессы, и поэтому, извините, сейчас мы позвоним в Одессу. Это круто, ребята. Я вот только что говорил про Киев. Первое же такси, сходу я попадаю в Киев, и они говорят, у нас есть Мерседес. Час будет стоить 150 гривен, не превышая 10 километров. Попадание в десяточку с первого раза. Это Киев. Давайте просто, мне для интереса, я Одессу наберу. 3933. Попрошу, чтобы меня переключили. А почему, что это такси делает, вип-такси в Одессе, я не знаю, в списке. Это какой-то ужас. Ну, о чем я говорю, то есть списки в интернете не сортированы абсолютно. И у них есть автозвон, кстати. Я сейчас попрошу переключить. Алло. Да, здравствуйте, девушка. Можно на Одессу переключить? Здравствуйте, пожалуйста. Это я в Одессу теперь попал, да? Да. Есть машинки вип-класса, Мерседес, БМВ? Какого класса? Вип-класса, это Мерседес и БМВ машинки. Хочу покататься по центру города, посмотреть достопримечательности и узнать стоимость. Минута. Они снова сейчас меня на Киев переключат, наверное. Хотя я это сказал уже минуту, уже не секунду, уже... Но минута тоже проходит очень быстро. Смотрите, мне нужна вип-машина класса БМВ, Мерседес. Там девушка сказала, что можно поискать. Смотрите, мне нужна машина класса БМВ или Мерседес. Девушка сказала, что можно поискать такую машину, но не ответила, ну, по классу. И не ответила тариф. Мне очень важно знать тариф, сколько это будет стоить покататься по городу, по местным достопримечательностям. Отель Рейкардс в центре находится Одесса. Так, подать вы откуда машину, еще раз адрес? Не подать машину, я покуда уточняю, есть ли у вас Мерседесы. Вот, и сколько будет стоить... Чтобы мне подсчитать поездку и сказать стоимость такой машины, мне нужны адреса. Смотрите, адресов я не знаю, я в Одессе первый раз. Я приехал посмотреть достопримечательности. И водитель будет меня возить, ну, полтора часа. Я не смогу вам сказать стоимость. Ну, примерно хотя бы километр, стоимость за километр. Ну, стоимость? Я не знаю. У нас считает, получается, программа по тарифной сетке вот адреса до адреса. Ну, как-то странно. Просто считается, как был премиум класс. Ладно, сложно. Хорошо, спасибо. Они опять-таки не могут просчитать километраж. То есть там не считается, сколько гривен за километр. Четко от адреса до адреса просчитывает программа. А каким образом она просчитывает? Что там закладывает? Я, честно говоря, в шоке. Обычно берется за основу 4 гривны километра. И уже исходя из удаленности адреса, это все просчитывается. А это, я не знаю, я не могу вам сказать. Я вот автоматом вбиваю адрес, она мне программа считает. Вау! А как она его считает? Какие алгоритмы использует? Что берет за основу? Я не знаю. Я вот сижу, просто курю бамбук. То есть она даже вопроса такого не задавала. Хотя зачем? Потому что оператор, в принципе, ее работа подавать машинки, следить, чтобы все там было хорошо. Но меня радует то, что в Одессе есть машинки вип-класса. Ее можно заказать. 33 такси мне очень понравилось. Их оперативность. Они, правда, меня на Киев сначала переключили. Очень мило с их стороны. Я-то знаю, что в Киеве есть машинки вип-класса. Они, видимо, это тоже знали, поэтому переключили. Но, тем не менее, в Одессе можно найти такие вип-машинки. Не у всех, далеко не у всех. Я думал, с этим делом будет попроще. По Audi Q7 мне так никто тарифов и не прислал. Если что, я вам запишу еще одно видео. В этом видео еще вставлю кусочек, если они таки сподобятся и пришлют мне тарифы. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был Александр Шкудун. Увидимся.